Друзья, гостем сегодняшней программы будет Денис Муцнек. Давайте сначала познакомимся с этим бойцом. Хочу сразу же сказать, что 24 марта в Душамбе, Таджикистан, состоится турнир одного из самых сильнейших промоушенов мира и самого сильного промоушена всего Евразийского континента ACB. Турнир ACB 55. Во-первых, давайте познакомимся опять же с Денисом и узнаем, где он проходил сборы и на что он делал основной акцент на этой подготовке к предстоящему поединку. Муцнек Денис. Дата рождения 19 августа 1986 года. Чемпион Казахстана и международных турниров по греко-римской борьбе. Мастер спорта по греко-римской борьбе. Чемпион Казахстана и призер Азии по джиу-джитсу. Чемпион Казахстана и мастер спорта по джек-пежек. Ну а теперь взглянем на статистику Шердок. При 11 победах 4 поражения. Из 11 побед 1 одержана посредством технического нокаута, 7 сабмишинами и 3 по решению судей. Из 4 поражений 1 техническим нокаутом и 3 сабмишина. Причем последние 2 на турнирах ACB. Подготовку я проходил в городе Омске, в бойцовском клубе Александр Невский. Частью которого я являюсь и представляю этот клуб. Сейчас я нахожусь дома у себя в родном городе Талдыкурган. В своем бойцовском клубе чемпион. Где проходит последний этап подготовки. Весогонка. К предстоящему поединку. Основной уклон выделить в данный момент я не могу. Так как работал во всех аспектах. И в ударной технике, и в борцовской. Стойка партер. Защита от проходов. Направления были разные. ММА это смешанное единоборство. Поэтому затачиваться под что-то одно. Здесь не особо результативно. Но нужно быть готовым ко всему в поединке. Поэтому работал во всех направлениях. Когда закрывается клетка. Зачастую планы меняются в процессе боя поединка. Буду драться. Готов ко всему. Бой покажет что да как. Будем драться. Ну а теперь друзья давайте познакомимся с противником Дениса. И заодно узнаем, что о нем думает сам Денис. Фатхиддин Сабиров. Ему 23 полных года. Рост чуть более 172 сантиметров. Боевой вес 67 килограммов. У Фатхиддина неплохая статистика. На данный момент у него 5 побед и одно поражение техническим нокаутом. Из 5 побед 4 одержаны сабмишинами и одно решением судей. Довольно странная информация, так как есть видеозапись, на которой видно, что последнюю победу он одержал как раз таки техническим нокаутом. База и основной уклон у Фатхиддина это конечно же партер. Греко-римская борьба. Ударка присутствует, но не на достойном уровне. В целом могу сказать, что такой соперник нашему Денису более чем по зубам. Мой соперник Фатхиддин Сабиров. Довольно-таки очень крепкий, хороший боец. Так как он мастер спорта по греко-римской борьбе, а выходцы из борьбы. Это всегда такие крепкие, физически сильные, одаренные спортсмены. Парень дрался в таких организациях, как ВЭФ, в китайских организациях, ВЭБК, ЭФСи. Держит пояс в одной из китайских организаций. Молодой, перспективный, физически сильный, развитый. И вот борется, заканчивает бои в основном все удушающими приемами в первом раунде. Как показывает его практика и те бои, которые я смог просмотреть, изучая соперника. Но бой покажет. Друзья, я уже говорил, что Денис является на данный момент единственным представителем Казахстана, который выступает на столь серьезном промоушене, как ACB. ACB все-таки третий в мировом рейтинге. Мне было интересно, когда я с ним разговаривал по телефону, мне было действительно интересно подробности контракта Дениса с промоушеном ACB. Я у него это, конечно же, спросил. И вот его ответ. Я выступаю в промоушене ACB, который за последнее время набрал просто гигантские обороты. Является третьим по значимости в мире. После UFC Беллатера идет ACB. Контракт у меня рассчитан на 6 боев. В ACB я уже провел 4 боя, но рекорд в ACB составляет 2-2. Как бы картина сложилась такая. Это мой пятый бой, и это решающий бой. Поэтому на карту поставлено все. Все, что касается моего присутствия в ACB. Поэтому постараюсь сделать все от меня возможное, чтобы остаться и быть частью этой лиги. Хочу сразу же заметить, друзья, по контракту Дениса организация ACB разрывает с вами всякие отношения, если у вас на ихнем промоушене уже есть два поражения. У Дениса есть такие поражения. При двух поражениях есть две победы. И причем эти две победы он одержал сразу же, а потом пошла череда неудач, так скажем. Но почему до сих пор ACB не разорвало контракт с Денисом? Дело в том, что там тоже сидят понимающие люди, и они знают, и с пониманием относятся к тому факту, с кем дрался Денис. Над кем он одерживал победы, и, конечно же, кому он проигрывал. А проигрывал он, первое его поражение было от Махарбека Коргинова. Друзья, Махарбек, это просто уникум ММА, на мой взгляд. Замечательная техника. Он просто настоящий монстр. То, как он двигается. У него замечательный удар, замечательный партер. И, конечно же, к сожалению, наш Денис ему проиграл. Второе поражение ему нанес Мурат Каламов. Тоже замечательный боец. Оба эти бойца, кстати говоря, представляют промоушены CB. И в обеих этих поединках Денис проиграл треугольником на ногу. На голову, извиняюсь. Надеюсь, что сейчас уже Денис отработал эти свои недочеты. И больше он так проигрывать не будет. Также, конечно же, руководство CB учитывало тот факт, что он одержал две просто замечательные победы также над представителями CB с их командой. Это Магомед Генназов и Халид Султанбиев. Друзья, оба эти поединка были трехраундовые. В обоих поединках Денис выигрывал общим решением судей. Показал себя замечательно. Его прессинг просто восхищает на самом деле. И руководство CB поняло, что этому человеку можно дать шанс. И этим шансом Денис сейчас будет пытаться воспользоваться в полной мере. Так что, друзья, не забываем. 24 марта. Смотрим ACB 55 Душанбе. Эти поединки будут показываться и по ТВ, и на матчбоец, и боец. Также будут ссылки, конечно же, в интернете. Я обязательно их размещу на своих страничках ВКонтакте нашбоец.кз и на страничке Facebook нашбоец.кз. Так что обязательно не пропустите это число 24 марта. На этом все, друзья. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Ставьте пальцы вверх. Занимайтесь спортом. Берегите себя. С вами был Сула. Всем пока. Аравидарчи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...